Добрый вечер. В СССР, как вы помните, по крайней мере, те, кто активно жил и в том числе за рулем уже как-то более-менее осмысленно перемещался, незамерзайки не было никакой вообще. Залить в бачок омывателя было абсолютно нечего. Особо хитрые пытались как-то мутить что-то с солью, потому что вроде соль не замерзает. Добавляли стиральный порошок, но все это было мертвому припарке, там при минус 2-3 градусах замерзало. Самые продвинутые использовали варианты нагрева форсунок с тем, чтобы на остывшее лобовое стекло приснуть кипяточку, посмотреть, что из этого получится. Результат иногда превосходил ожидания, но в целом ничего такого не было, химия была к этому не готова. Единственной альтернативой оставалась питьевая водка, но это было практически социальным вызовом, потому что позволили себе подобный антиобщественный выпад. Ну, ночью в гараже, конечно, еще можно было, но это било по самолюбию, по карману, потому что водка как единственный эквивалент уровня жизни повсеместный. Вот как есть индекс Биг Мака, так у нас на самом деле индекс столичный был. Где, почем и как и сколько можно, то есть покупательская способность, уровень инфляции, он определялся вот этим продуктом государственной монополии. Потом, конечно, стало чуть проще, потому что в начале перестройки пришел спирт, рояль, и вообще было очень много подделки, когда государство упустило из своих рук абсолютно все, когда там она упустила экономику, страну, и в том числе госпонополию. Был какой-то период, когда люди пользовались незамерзайкой такого домотканного приготовления. Я сам помню, как на глазах у целой улицы заливал в расширитный бачок дешевую водку. Это вызвало определенные народные волнения, правда, очень локализованные, но не все меня поняли. Но незамерзайки не было, и когда она к нам появилась, то, когда она к нам пришла, она пришла в красивой упаковке, она была абсолютно зарубежной, она не пахла ничем, она была сделана из метанола, в основе лежал метиловый спирт, это практически слова-синонимы. И пользовались мы ею ровно до тех пор, пока на излете вот той самой гласности и шикарной атмосферы, когда люди чувствовали некую сопричастность к государственной жизни, началось потихонечку сужение поля деятельности для людей, и потихонечку стала выстраиваться новая власть, которая, в принципе, не позволяла людям никакого маневра. И вот уже понятно было, что ошейник одет, намордник застегнут, поводок очень короткий, но еще по инерции чего-то хотелось, о чем-то мечталось, были какие-то желания, стремления и надежды. Разные социальные группы хотели еще активной деятельности и некого результата. И вот именно на пересечении этих разных сценариев, как ни странно, возникла борьба с метанолом, которую очень активно поддержала пресса. Прессе в тот момент уже потихонечку засовывали кляп в самые неожиданные места. На прессу тогда уже перестали обращать внимание. Опубликованное где бы то ни было не имело абсолютно никакого значения. Можно было 25 раз в день писать про любого олигарха или политика всю правду. Это никого абсолютно не волновало. И здесь возникла такая тема социальной значимости. Для прессы она стала, по крайней мере, для автомобильной тематической, точно совершенно лебединой песней, когда на прессу еще обращали внимание, и она была все-таки сильным игроком. И другие средства массовой информации тоже поддержали вот этот узкосегментированный пласт автомобильной журналистики. И все это вызвало невероятную борьбу с метанолом и с незамерзайками без запаха, но представляющими из себя смертельный яд. Никто не понимал, в чем именно яд, какие должны быть пропорции, с чего тут возникает вдруг летальный исход. Но было заявлено, появились эксперты, они сказали, да, это яд. Пресса поддержала, тему раскрутила, довольно быстро одержали оглушительную победу над метанолом. Причем, вообще-то, в принципе, в автомобиле нет ни одной жидкости, которая бы как-то способствовала здоровью. И метанол в этом отношении, он идет в общем ряду со всеми остальными заправочными жидкостями. И для того, чтобы метанол нанес какой-то вред здоровью, его нужно пить. Вот если выпьешь, то сдохнешь. То же самое, как выпьешь бензин, то тоже сдохнешь. Выпьешь трансмиссионное масло и тоже не поздоровится. Тасол нельзя пить, тормозную жидкость нельзя пить, всякие химические варианты тех самых масел, которые заливаются в автоматические коробки, их тоже нельзя пить. И солярку, кстати, тоже нельзя пить. И аккумуляторную жидкость, которая является кислотой, ее тоже нельзя пить. И метанол тоже нельзя пить. Можно помереть от этого. Но это как-то не учитывалось. Борьба была одержана. Пресса ощутила в последний раз сладость победы. На этом борьба закончилась. И на сегодняшний день прессу, в общем-то, принято вытирать ноги, либо не обращать внимания, либо затыкать ее совсем жесткими мерами. Помните, как, например, газету «Коммерсант» какое-то количество лет тому назад для острастки закрыл старший лейтенант, пришедший туда с инспекции огнетушителей и не обнаруживший в полагающемся месте то ли тазика с песком, то ли открывающийся во все стороны дверной ручки. И газету тихо закрыл всего лишь человек с тремя звездочками и одним просветом. Вот это было уже выходом в финал. А здесь промежуток. Пресса торжествовала победу. Нация была спасена от яда, и в дело вступили боевые отравляющие вещества на основе изопропила. Вот эти смертоносные вонючие жидкости, которые в своем применении, даже в малых дозах, имеют все признаки отравления. Тошнота, головная боль, головокружение, при хорошем попадании в организм, через дыхательные пути, дезориентация, и вплоть до потери сознания. Вот это все не считается признаками отравления, и это все считается абсолютно здоровой нормой. Да здравствует изопропил на каждом углу нашей страны. Причем Европа, которая метанолом пользовалась, и откуда к нам пришел этот троянский конь, она продолжает им пользоваться. И многие страны, особенно скандинавские, они совершенно спокойно заливают в бачке омывателя метанол, содержащий жидкости. И почему-то не дохнут они. Но вот не происходит с ними абсолютно ничего. У нас метанол теперь стал подпольным явлением. И поскольку изопропил он омерзителен абсолютно и носит все признаки отравляющего вещества, им пользуются неохотно, на обочине покупают альтернативу. Альтернативу бодяжат по дворам, гаражам и всяким промзонам. Каждый год продают вдоль дорог и по большим городам. Причем окрашивая в обычный какой-нибудь такой приятный синий цвет. Метанолом приторговывают представители разных народов с юга нашей и не только нашей страны. Говорят с радушным, теплым кавказским акцентом. За ними присматривает ФМС. У ФМС у них сезонная борьба. Им нужно как минимум раз в квартал иметь какую-то реальную победу. Вот над контролируемой группировкой. Если помните, у нас было несколько удачных вариантов по борьбе с инородцами. Наглядные результаты. Весной у нас громили рынки. Летом у нас были подпольные производства, когда китайцев выковыривали из разных подпольных швейных мастерских. Осенью себя отлично, совершенно очень к месту, показала овощебаза. А что на зиму? О, а на зиму подойдут незамерзайщики. Их предупредили через прессу, что скоро будет борьба. Вот сейчас как раз началась борьба. Нам объясняют, что яд. Мальчики, спутанные речью в телекамеры, пытаются объяснить, в чем именно здесь какой-то ущерб здоровью, поскольку они путаются в показаниях и не очень понимают, о чем речь. Убедительно это не получается. Все довольны. ФМС борется во благо народа. Откаты идут нужной чередой. Потихонечку это производство существует. Закрыть его невозможно, потому что оно все-таки дает финансовый поток контролирующим органам. Пресса по сию пору пожинает плоды своей борьбы. Как сказал Костя Сорокин из Авторевью, если бы знал, чем закончится, даже бы не затевал. Потому что у нас всегда так. У нас здравый смысл потихонечку в процессе борьбы, как правило, уничтожается. Помните, у нас, например, когда было очень модно на черных машинах ездить в лоб, появилась статья о встречке. То есть те, кто ездил по встречке, продолжают ездить, просто всей стране лишний оброк из-за этого вышел. Когда боролись с качеством Жигулей, единственное, чем все это закончилось, тем, что у нас и новые Мерседесы были обременены инструментальным техосмотром, допуском транспортного средства к эксплуатации. То есть бред получился. То же самое у нас получился полный бред с метанолом. Эта жидкость не является в тех концентрациях, которыми мы пользуемся, отравляющей. Она не наносит ущерба здоровью. Но поскольку принято считать, что изопропил лучше, и уже все устоялось на этом рынке, мы будем с вами продолжать использовать реально отравляющее вещество. Потому что изопропил, он реальный яд. И даже у гаишников существует такая операция, не замерзайка. Если народ едет мимо поста ДПС, брызнул на стеклышко, ну, на мента полюбоваться, то его тут же останавливают водители с уютом у алкотестер. Всегда красненькое горит, потому что яд. Перерыв на новости. Проведем голосование. Узнаем, как мы с вами относимся к запаху и к боевым отравляющим веществам. Те, кто считает, что метанол без запаха, ныне запрещенный в нашей стране, это хорошо. Кто готов сказать, верните нам метанол. 5-5-3-3, русская буква А. Те, кто считают, что давайте-ка лучше мы оставим изопропил вонючий. 5-5-3-3, русская буква Б. Парадоксальным образом у нас развивается ситуация с пробками. Наш лось показал 9 баллов. Причем в среду именно эта картинка загруженности дорог имела оценку в 7 баллов. Ну, с мейлом все понятно, 10 баллов движения нет. Эх, 65, 10, 9, 9, 6. Машин в Москве все-таки маловато, прикупим еще немножко. Никита, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Как вам стоится-едется, Никит? Что? Стоите или едете? Вот сейчас проезжаю едущие промежуток дороги на МКАДе, но я думаю, сейчас вот стану. Да, к сожалению, станете. Я уже даже вижу где, везде. Ну да, да. У меня следующий вопрос. Я не для себя машину хочу выбирать, а для отца. Ну, точнее, не хочу выбирать, а помогать ему хочу. Сейчас он ездит на Nissan Almera Classic, ездит 3 года. Ну, он очень любит машины, по два раза на дню моет ее там, то есть просто как за ребенком ухаживает. Наш человек, все правильно. Молодец. Хочу поинтересоваться, если ему менять Almera, ну, как бы уже пора по статусу машину более высокого уровня, я думаю, если это будет Nissan Tiana или Hyundai Sonata, что бы вы посоветовали? А где вы Sonata найдете? Она снята с продаж в нашей стране. Да. Только товарные остатки. У нас вместо нее есть машина. Вы слышали такую национальность? Айсоры. Есть такие люди, их иногда пудают с армянами. Вот для Айсоров у нас в стране специальная модель называется Айсорок. Да-да-да, я понял. Фундешная. Вот она теперь вместо Sonata. Sonata была слишком красивая машина, и урода Айсорок из-за этого неохотно покупали, потому что машины одинаковые. Просто Айсорок — это большой Солярис, и было непонятно, зачем нужно покупать за 900 тысяч машину, которую в потоке все воспринимают Солярисом. А Sonata, она все-таки красавица, и сказали, ну хватит, не надо, давайте на Айсорок катайтесь. Поэтому у нас остается только вариант Тианы. Если вы конкретно сопоставляете машины, либо... Да, есть похожая, возможно, ну из этой же новой категории, из этого же сегмента. А похожая в районе миллиона — это Kia Optima. Вы можете ее взять с мотором 2.0, там есть мотор 2.0 и 2.4, и с 2.0 на автомате она будет там где-то как раз миллион с небольшими копейками, но сейчас под конец года, тем более еще возможно вам улыбнуться зимней резиной. Optima, по крайней мере, она невиданная красавица. Она просто потрясающе грамотно сделанная. И хотя Тиана — это все-таки продолжение той же самой дилерской свадьбы с Альмерой, и, соответственно, ваш папа ездил к официальному дилеру Ниссана на одной машине, потом это тоже немаловажно. Вполне возможно, что хорошая машина в данном случае чуть-чуть вторична, а первичные — хорошие отношения. И если его там знают, ценят, к нему есть какой-то уже подход, у них есть определенные отношения, у них есть биография совместная. И придя за Тианой, он тоже может получить какие-то очень приятные улыбки в свой адрес и преференции, и поехать в результате на неплохом автомобиле. Тем более, что Тиана за миллион вполне может оказаться полноприводной. А это тоже здорово. И хотя там моторчик 2.5, то есть техническая начинка такая же, как у X-Trail. Но сам по себе автомобиль, что здорово. Японцы, когда к нам притащили вот эту вот идею полного привода, они не просто подняли машину по дорожному просвету, они еще сделали так называемый очень редкий официальный бодилифт. Они еще и кузов подняли над подрамником. Получилась машина, действительно, по геометрии очень сильно выигрывающая у любой другой Тианы. Вот это, кстати, очень такой интересный момент. Отец у меня в Смоленске живет, а там дороги, они, в принципе, не существуют. Вот. И я в связи с этим тоже хотел поинтересоваться, как она себя будет чувствовать. Она себя будет чувствовать хорошо? У нее очень, кстати, быстрая реакция по замыканию муфты заднего привода. И на ней хорошо ехать. Она в меру не жесткая, при этом она здоровая. В Смоленске, ну, статус и пафос тоже играют определенную роль. Вы же не зря сказали, что папе пора подняться по статусу. Ну да. И Ниссан в глазах Смолян будет смотреться более достойным вариантом, чем любой другой кореец. Хотя, конечно, то, что он станет там первооткрывателем корейской марки, определенные лавры ему преподнесет к блюдечку. Но на Ниссане он будет совершенно понятно и логично смотреться. Либо вы его пересаживаете на кроссовер. Тогда уже... А в плане кроссовера, если до миллиона, тоже есть ли какой-то вариант? Нет. Или все-таки все больше? Нет. Кроссоверы начинаются с миллиона, именно потому, что всем хочется кроссовера. Сейчас тенденция на рынке. Не хочу седан, хочу кроссовер. Угу. Понятно. У меня еще один вопрос касательно ваших рассуждений о коммуникациях с автодилерами. Да, давай. А точнее, о выбивании из них скидок. У меня вопрос на предмет скидки. Стоит общаться все-таки с кем-то из руководящего состава дилерского автоцентра? Или это все-таки достаточно... Не-не, начальник здесь абсолютно ни при чем. Начальнику нужен план продаж. У большинства дилеров, у них создана дружная, волчья команда людей, которые выдергивают друг из подруга зарплату. Вот в Рольфе, я помню, там было как в концлагере, в фашистском. Пайка одна, а претендентов 10. Поэтому каждый продавец имел свои инструменты. Он должен был на подходе к клиенту умело отстрелить конкурентов, то есть продавцов соседних, сделать кому-то из них подножку, кому-то гадость. И он имел возможность от себя давать скидки и уламывать клиента всякими ковриками, зажигалками, авторучками и стеклянными бусами. Поэтому за скидкой нужно ходить непосредственно к продавцу, то есть к менеджеру, который прикручен колючей проволокой к колесу автомобиля, обязан его продать. А хозяин либо утвердит, либо не утвердит. Но Рольф в данном случае пример неудачный, потому что, чтобы Рольф повернулся лицом к клиенту, для этого должна произойти мировая революция. Пока она не произошла. У всех остальных – да. То есть это прерогатива продавца. То есть первоначально он покупал в социальном автоцентре на Таганке, и к ним же прийти стоит, наверное, и поговорить о скидке сразу. Как вы говорите, а за сколько можно будет изначально, о чем вести разговор по цене в Тиане? – Никит, нету такого всемирного справочника, где скидки расписаны, и там поставлен дедлайн, когда они сработают. – Я понимаю. – Это вопрос совпадению условий. Вот, например, дилер на Таганке план выполнил, и у него вообще скидок нет, потому что он уже плевал на клиента. А его какой-нибудь конкурентный брат в соседней подворотне план не выполнил, и он готов отдаться сразу вместе с секретаршами. Поэтому угадать это можно только вступив в непосредственный контакт. Это называется разведка боя. И для этого нужно, Никит, тем более, что вы в данном случае будете выступать советником, пройти по трем-четырем дилерам, посмотреть, что и как. Потому что вот игра между ними, к одному дилеру пришли, он сказал, зимняя резина. Отлично. Вы приходите к второму и говорите, а первую резину дам? Он говорит, а я тебе аккумулятор подарю. Отлично. Приходим к третьему. Он говорит, а я вам еще лампочку в нос верну. Шикарно. Так уж и быть, дам скидку. О, уже интересно. И вот на разнице этих предложений вы как раз и потихонечку заработаете себе какой-то бонус. Понятно. Спасибо большое за советы. Михаил, здравствуйте. Алло. Михаил. Алло, алло. Здрасте, Михаил. Да, здрасте. Начало тему немножко прослушал. Услышал только знакомое слово незамерзвайка. Метанол. Вот тот самый, который не пах, который нам сейчас рассказывает, что это страшный яд. Мы должны были с вами умереть, потому что мы лет пять ездили, заправляя бачки свои метанолом. И, кстати, вот те ребята, которые бодяжат метанол, они должны были сдохнуть всей фабрикой. А они почему-то никак. Ну да. Не, ну я просто хотел сказать о том, что я, например, видел, как мой сосед заливает просто водку в бачок омывателя. Да, но когда пары водки попадают в салон, и дядя... Он бодяжит с водой. И все просто так. Да, с водой. И тем не менее, вот это тот самый драгоценный запах, который так обнадеживает любого гаишника с алкотестером... О, это да. ...что вот это тоже опасно. А из-за пропил, вонючий, от которого голова болит, ну это просто недопустимо. Согласен с вами. Ну ладно, вопрос у меня был другого характера. У меня сейчас есть RAV4, шестого года, два литра, четырехступенчатый автомат. Как бы две таких машины в семье. Ух ты. Владеем ими уже по шесть лет. Машины шестого года, седьмого вернее года, абсолютно одинаковые и так далее. Ну не суть. Вот. Машина всем нравится, брали новые салоны, и как бы вот за шесть лет очень хорошо себя продал. Пора менять на тушенку наконец-то, осталось понять на какую. Да, так точно. Вот. Тушенка, собственно, это тут либо новый RAV4, уже четвертого поколения, да, то есть, соответственно, ну, либо уже как-то повыше подняться, не знаю, Прадо может быть. Как считаете? Если нужно, то можно и Прадо, но нынешний 150-й Прадо это машина не самая удачная в целом, но зависит от задач. Если вы собираетесь на ней покорять страну, выяснится, что она для этого не приспособлена. Для езды по городу, для поднятия статуса, да, конечно, а почему бы не ездить на Прадо? Либо RAV4, который окончательно становится легковой машиной. Перерыв на новости. Голосование продолжается. Кто за возврат метанола без запаха и на самом деле без вреда, который пить только не надо? 5533-А. Те, кто за вонючий изопропил, 5533-Б. Очень интересно разворачивается событие на карте нашего лося. Наш лось, который безупречен в своем алгоритме, который ни в коем случае не потакает политики Собянина в борьбе с пробками, потому что Собянин-то пробки уже давно победил. А вот наш лось, он сам по себе мудрый. За то время, сколько я не смотрел на карту, картина сильно ухудшилась, то есть пробки стали еще невыносимей, а количество баллов не ну что вы. Ну, алгоритм. Ну, у нас градусник вверх ногами. 9 баллов. У Мэйлов все по-прежнему. 10 все стоят. Продолжаем поиски себе нового автомобиля, потому что без этого никак. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Все, вы в эфире. Отступать некуда. Здравствуйте. У меня есть такой общий вопрос. В интернете существует легенда о том, что при создании ВАЗ-2108 каким-то блоком поучаствовали специалисты Порше. Поскольку это правда. Да. К ним пришли с бумажками и сказали посмотрите вот на эту синьку. Чертежи тогда были красивого синего цвета. Что вы здесь видите? Они сказали О, это автомобиль ДАЗ-АУТО. Они могли бы выдать пару рекомендаций? Да, могли бы. Вот здесь и здесь надо вот так. Спасибо, сказали мы. Пошли, сделали все остальное. Когда нам рассказывают о том, что Порше принимал участие, у всех такое ощущение, как будто Порше засучил рукава и создал эту машину. Нет. Они просто подправили, дали пару ценных советов. Там, кстати, довольно любопытно разворачивались в принципе баталии по поводу того, как должна эта машина функционировать, из чего состоять и чего уметь, а чего не уметь. Очень любопытно было, когда боролись по поводу пятой передачи. У нас до этого все машины были четырехступенчатыми. Здесь встал вопрос о том, пятая должна быть какая. И решили, то есть по математике получалось, что она должна быть не такая, какая она вышла в итоге. Но любители, ребята из Порше и инженеры наши на полигоне, они четко продиктовали передачное число. У пятой передачи должны быть не те параметры, которые считали инженеры. И в результате, в принципе, на восьмерке, на всех пяти передачах можно было ехать. Вот, начиная от мотора 1.3. Потому что был же еще мотор 1.0. Сделали моторчик специально под Европу. Было и такое. И это немощь у нас даже иногда как-то мелькало в продажах, когда реэкспортом мы притаскивали к себе восьмерка с мотором в 1.0 из Европы она начиналась где-то с 11 тысяч долларов перед кризисом 98-го года. Ну и это было, в общем, неплохое предложение, потому что восьмерка, девятка с мотором 1.3 она стоила на полторы, на две тысячи дороже. А две тысячи долларов в те времена, когда квартира стоила как машина. То есть, те же самые 10-15 тысяч. Это было очень серьезно. Но Порше принимало реальное участие они показали пальцем в слабые места сказали вот здесь лучше сделать по-другому. Кое-что наше приняли к сведению. Да, было такое. Дмитрий, вы ездите на машине вы активный водитель или вы теоретик? Я активный водитель. А что у вас с незамерзайкой? Как вам приятный изопропил, который бережет ваше здоровье? Вы знаете, я незамерзайку покупаю в Финляндии, поэтому изопропил меня как-то не волнует. А вы в Финляндии? Я житель Петербурга, поэтому у меня проблем нету дальше с этим. А в Финляндии она не пахнет? Нет, не пахнет почти. По крайней мере в салоне точно. Ну, потому что она в Финляндии, это метаноловая. Она как раз та самая, которая безопасная для нашего здоровья. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас слышать, Николай. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос. Автомобиль Chevrolet Эпика 2008 года механика двухпитровый. Ух ты. Хотелось бы поменять уже вопрос в том, есть ли эквивалент соответствующий примерно той цене, по которой покупал Эпика. Вы покупали ее за 650-670. Ну, со скидками за 600 в итоге. За 600. Сейчас вы за 600 можете купить себе Solaris. Либо Volkswagen Polo. Я догадываюсь, да. Догадываюсь, что за эти деньги сейчас ничего не купишь, но что можно было посоветовать подобного класса машина, ну, относительно недорого. Недорого не будет. Кстати, ваша Эпика за все эти годы, как она, чем она вас огорчила? Ну, огорчила расходом, но, наверное, с этим нужно смириться. Сколько? Поменял, ну, сложно сказать, наверное, в пробках и за 15, а так, наверное, в районе 12, примерно, может быть, больше. Так, еще что? Ну, много по Москве. Поменял сцепление на 80 после поездки на Юг. Ну, нормально. Ездил. Ну, в общем, на самом деле, практически все. Да. Хотелось бы еще один вопрос задать. Вот около 100 тысяч пробег. Это, наверное, как раз из серии автомобилей, которых, как вы говорили, корейцы научили сделать для американцев. Да. Вот что ждать после 100 тысяч? Ну, я понимаю, что это не мгновенно произойдет. По большому счету, ничего не произойдет, потому что у вас же совершенно удивительный мотор, и у него нагрузка очень аккуратно распределяется на все шесть цилиндров. У вас же шесть, а не четыре. Да, 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 да. И вот эта рядная шестерка, это двигатель абсолютно шедевральный, и он считается эталонным. Самые правильные моторы это рядные шестерки, вне зависимости от объема. Два, два и четыре, два и пять, три и так далее. Этот мотор живет всегда заведомо дольше, чем любой другой. И если вот современные моторы, они рассчитаны на 240 тысяч пробега, после чего должны умереть вместе с автомобилем, то у вашего машины ресурс теряется где-то там, знаете, в совсем неприличных цифрах, которые уже даже и не знакомы современным инженерам. И если по кузову у нее не возникает проблем, то по механике, ну да, по подвеске, там всякие по резинотехническим изделиям, особенно по передку, ну, какие-то будут люфты, вы их будете потихонечку устранять, меняя все эти резинотехнические изделия. По механике, по технике ничего с ней не произойдет. А поменять, ну, вы посмотрели, преемника, Malibu, за миллион двести? Ну, это как две эпики, на самом деле, что Hyundai, Sonata сейчас i40, что Camry с не очень хорошими высказаниями о целостности кузова, да, 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 да. Как-то не вдохновляет все это на смену. Абсолютно. И вот те, кто так же разумно, как вы, купили себе очень правильную машину, сейчас стоят совершенно в непонимании, в какую сторону идти. На камне написано, налево пойдешь, ничего не найдешь, направо пойдешь, ничего не найдешь. Прям вообще лучше не ходить, потому что разоришься. И все, и без вариантов. Потому что все начинается с миллиона. Машина класса D начинается с миллиона. Да, 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 да. Или очень близко к нему, что практически несущественно. Да, потому что то, что вы можете купить там за 800, за 900, до недавнего времени еще вот на излете была у нас с вами Октавия, очень надежный был вариант. Пограничное состояние почти что D, хотя, конечно, из C+, но там 700-800 тысяч. Замечательно. А какая Октавия? Это та Октавия, которой уже нет. Потому что нынешняя Октавия, она уже в классе D, она уже подороже. То есть вы можете купить там Октавию нынешнюю за 800 тысяч и она будет пустая, как барабан. Сзади у нее вместо нормальной подвески будет палка, она будет примитивная и слезоточивая. Плакать будете вы, она будет вас кое-как возить. Особенно там с мотором 1.2 на турбине. Неплохо, увлекательно, но недолго. Вот тот шедевр, который у вас сейчас, его надо беречь. Потому что поменять его просто не на что. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Я тоже очень рад. Меня интересует такой вопрос. Сейчас вот мусирует такая тема новая Супротек по поводу добавления в двигатель. Что вы можете по этому поводу сказать? Как в любую сказку, в нее надо верить. Если вы верили Кашпировскому и Чумаку, Супротек надо лить обязательно. Если у вас не выросли новые волосы и не встали дыбом старые от двух этих вот, которые в телевизоре, то вероятность того, что Супротек поможет вашему двигателю, ну не очень высока. Навредит или нет, мы этого не знаем. Потому что все-таки химия на химию иногда дает потрясающий физический результат. А иногда не дает. Спасибо. И Супротек, знаете, Супротеком хорошо на эхо Москвы к Сан Санычу Пикуленко. Он вам объяснит, почему это очень важно и очень здорово. Но я вам этого посоветовать не могу. Меня Супротек, честно говоря, смущает всегда. Если помните, в среду в эфире было два вопроса, на которые я не смог ответить. По Ниссану и по Ауди. Я связался с представительством московским. Ниссан Подфайндер делается теперь в Питере до сборка крупноузловым методом. И машина комплекта приходит из Испании. То есть это испанская машина с русским добавлением трудового участия нашего пролетариата с настоящим японским качеством. Вот как берется японское качество. Это когда испанскую машину докручивают по гаечкам под Питером. И по Ауди. Там был мотор дизельный 2.7 и 3.0. Да, это родственники. Как я и сказал, это из одного и того же семейства. Но мотор 2.7 в нашу страну не поставляется. У него два варианта по форсировке. Этот двигатель предназначен для рынка Германии. Для нас только 3.0. Поэтому машины иногда приходящие с мотором 2.7 это все как-то притянуто из Европы. Неприятность в том, что нет запчастей. И вероятность починить, ну, к сожалению, это будет очень серьезно и очень трудно. Выгода в том, что когда растамаживаешь по тем документам, которые прилагаются к мотору 2.7, машина получается чуть-чуть слаще, чуть-чуть выгоднее. Хотя в целом выигрыш не настолько примечательен, что можно было на это ставить. И трешка, она, ну, как это часто бывает у двигателя увеличенного объема, она чуть-чуть попрочнее. Соответственно, чуть-чуть дольше послужит. Ну, и программа будет, соответственно, управление двигателем в расчете на нашу страну и по климату, и по температурам, и по цитановому числу топлива. Поэтому, конечно, 2.7 сладок, но лучше от него отказаться. Новости. Александр пишет на сайт, не используя омывайки на основе изопропила. Сразу начинает болеть голова. Только раствор этилового спирта плюс летний концентрат. Этиловый спирт это водка, проще говоря. Еще используется некий Амбэй, концентрат с содержанием силикона, плюс, опять-таки, разбавленная водка. Концентрацию спирта Александр использует в зависимости от температуры. Поскольку, он пишет, алкоголь не употребляю, в алкотестер дуть не приходилось, то, соответственно, Александр это один из немногих людей, кто на лукавый взгляд инспектора, спрашивающего, ну, употребляли? Очень честно смотрит в глаза и там читается, что в гробу я тебя видал. Мало кто из наших людей может себе позволить такое выражение лица, поэтому, когда мент спрашивает, ну, вы пили? Большинство сразу так как-то тушуется, наверное, позавчера конфетку кто-то пьяную съел, после того, как мы с братанами в баньке, после этого уже считает, что битва проиграна. Александр имеет право на ясный, честный взгляд, я тоже, кстати, этим пользуюсь, поскольку я не пью вообще никогда и ничего, в том смысле, что у меня мент один раз спросил, что даже пиво, я говорю, даже квас, ну, собственно, и кефир тоже, поэтому, мне пили, не пили, и я могу себе позволить тоже этот самый этиловый спирт, хотя, конечно, пользуюсь на самом деле не замерзайкой, вот то самое, которое по обочинам. Павел пишет, он из Шри-Ланки, слушает в онлайне программу «Экипаж», и, знаете, тепло, хорошо, отпуск, красота, снега нет. И он пишет, здесь не знают они замерзайки, кроме масла и бензина, остальное вода. Пробки тоже бывают, но из-за узкости дорог и тупизма потока. С уважением, Павел. Эх, Павел, красота-то какая. У нас на связи Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Степанович. Здравствуйте, Александр, как ваше отчество? Юрьевич. Александр Юрьевич, рад вас слышать. Сергей Степанович, с удовольствием слушаю вашу передачу на протяжении двух лет. И когда она неожиданно пропала на маяке, я очень долго искал, где же она, где же Сергей Степанович. Вот, комплименты вашей передаче и желаю большого здоровья вам. Спасибо вам, Александр Юрьевич. И вам здоровья. Вопросик у меня такой. Являюсь счастливым обладателем автомобиля Renault Symbol 1.4 на механике. О, неубиваемая машина, неубиваемая. Да, как бы продавать ее не собираюсь, но все-таки нужна нужна новая как бы машина еще одна для себя. Зачем? Вот. Просто иногда бывает проблема как бы ломается иногда. А, пробег-то какой у вашего символа? 179. Замечательно. А вы будете на двух машинах, соответственно, у вас символ будет тихо погибать под забором. Вы же от времени на двух не поедете? И ту, которую вы поставили, она развалится стремительно. У нее закиснут суппорта, у нее начнут высыхать резинки там по усилителю руля, и вы через полгода ее возьмете, и она у вас просто в мелкую труху рассыпется и вытечет изо всех щелей. А я вот периодически езжу. А периодически это не то же самое, что каждый день. Когда у вас лошадь была в тренинге, а потом вы ее с работы сбросили, она начинает потихонечку сдуваться. Да, вот хотел бы задать вам вопросик про замечательный автомобиль Renault Fluence 2 литра на механике. Ого! Ну, 2 литра на механике оно, по крайней мере, едет. Это релакс-машина, она сделана по тому же самому лекалу, по которому сделали символ. Несмотря на то, что это корейская машина Samsung SM3, ее потихонечку делают в Турции для турок, поскольку дорог в Турции не предвидится, а все водители в Турции вот в кого не ткни пальцем, но турок туркам, и под них эта машина идеально подходит, соответственно, и под нас. Хода подвески большие, мотор работает нормально, коробка успевает, а во всем остальном, ну, есть там, конечно, нюансы, потому что французы, они все-таки с турком, француз с турком братья навек. там есть, меня больше всего в этом флюенсе убивает самая центральная кнопка на мультимедийном центре по сбиванию настройки радиоприемника. За нее хватаешься, выясняется, что это абсолютно не громкость, это почему-то именно настройка, но мотор хороший, нормальный мотор, можно на нем. А как он по динамике? Не особо, флюенс вообще он не быстрый, он, конечно, 2.0 он успевает, ну, на фоне 1.6 это шедевр, потому что 1.6 он, в принципе, стоит, если ветер ему в нос дует, он сдвинуться уже не в состоянии, 2.0, да, это уже нормальный 2.0, там вопрос с прошивкой, пока все нормально, как только евро 5 туда засунут, и он сдохнет. Пока еще 2.0 на механике, это самое правильное сочетание по флюенсу. Сергей Степанович, еще можно маленький вопрос? Да, Александр Ильич. И хотел бы спросить, выбираем автомобиль для жены, как первый автомобиль, вот рассматриваем Kia SIS универсал, либо Chevrolet Cruze универсал, либо может быть что-то еще на автомате. Но это что-то еще, это весь гольф-класс, это порядка 30 разных моделей, потому что в этом гольф-классе все абсолютно, и Volkswagen в том числе, и еще куча других корейцев, и всякие Ford Focus, и машина для жены, она должна быть такой, которую выберет сама жена. Потому что, Александр Ильич, ваши технические советы, она, конечно, примет к сведению, но если ей не понравится, уговорить не удастся. Тем более, вагоны, значит, у вас жена на хозяйстве, ей придется чего-то такое возить, начиная от провианта для семьи и заканчивая стройматериалами. Вагоны хорошие, и сид классный, в том числе, Круз поменьше, у Круза у него, поскольку ребята боролись с аэродинамикой, чтобы сделать красиво, то площадь багажника большая, а объем багажника маленький. Круз в этом отношении неудачный. И еще есть Skoda Octavia, для жены, для любимой. У нее такой сарай сзади, что можно лопатой грузить, можно на рынке подрабатывать, торговать, чем угодно, прямо откинув заднюю крышку. Поднимаешь багажную дверь и продаешь там бананы, картошку, веники, ну, в зависимости от того, какой малый бизнес. Ну, на Skoda цены не скромные. Не скромные, абсолютно не скромные. Там разница тысяч в 200 будет по сравнению с сидом. Да, она будет суровая. Сид, очень хорошая машина, но, если это первое, имейте в виду, что ваша жена будет постоянно цепляться за землю, всякими элементами подвески. Просто потому, что машина низкая. Корейцы вообще не умеют делать высокие машины, они всегда стремятся прижаться к земле. Им кажется, что в случае Третьей мировой войны, чем ближе ты к земле, тем больше шансов на выживание. У них даже внедорожники пузом по земле скребут. Не говоря уже о городских машинах. Хотя, конечно, Сид, это европейская машина. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать, Александр. У меня следующий выбор стоит. Nissan X-Trail на вариаторе 2.0 либо Коптива. Но там 2.4 движок на автомате. Но цена приблизительно одинаковая. Вот что вы посоветуете из этих двух? А внешне вам какой больше нравится? Вы знаете, я тоже как-то не могу определиться то туда, то сюда. Но вроде бы у X-Trail такая уходящая уже. Ну, он сам уходит, да? Да, все уже. Это модель. Вот. Ну, а Коптива, ну, все-таки в Шевроле. Все-таки, мне кажется, Япония же будет понадежней. У меня такое ощущение все-таки. Ну, вы Коптиву считаете американцем или кем? Ну, отчасти да, конечно же. А что там, по вашим данным, американского в Коптиве? Нет, я ее считаю таким симбиозом американо-корейским. Ну, да, корейцы, на самом деле, это ребята, которые лучше японцев. Просто об этом не приняты говорить. Тут вот на днях американцы обнародивали очень интересный рейтинг по прочности двигателей. Выяснилось, что японцы тихо отстали от Hyundai. Hyundai-шные моторы не ломаются, а вот Toyota-вские ломаются. Японцы по сей упору по этому поводу очень переживают. Коптива и X-Trail, поскольку это, в принципе, одно и то же, просто под разными углами, они сближены по идее, то смотрите, где вы будете ездить. Если вообще по городу, у Коптива у нее, например, геометрия, ну, на полпроцента хуже, чем у X-Trail. X-Trail полностью собранный под Питером. Он, конечно, несет в себе настоящих две бочки качества, но при всем при том, геометрически он выигрывает, по качеству, по уровню салона он проигрывает. Поэтому машина выбирается из серии нравится, не нравится. И вот по поводу метилосодержащих препаратов. Итого, тех, кто, как я, ортодокс и считает, что лучше бы вернуть нам метанол без запаха в виде незамерзайки, набралось 96%. 4% считают, что нормальный вонючий изопропил спасет здоровье нации. Все, до понедельника. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok